Приветствую вас! Я думаю, что ответ на ваш вопрос будет следующим. Никак. То есть, понимаете, нет никакого волшебного способа что-то сказать. Знаете, я не знаю, насколько вам будет это интересно, потому что кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Но я все же скажу. На практике, когда я сталкиваюсь с подобными вопросами, как сказать, я сталкиваюсь с проблемой человека выразить, например, свои чувства. На практике я сталкиваюсь с проблемой того, что человек не может выразить свои желания какие-то. Да. Вот. На практике я сталкиваюсь с тем, что человек просто не способен этого сделать. Но на практике я сталкиваюсь с тем также, что человек хочет предугадать. Хочет предугадать беседу. Хочет ее как бы предвосхитить. А это невозможно. Невозможно предвосхитить и предугадать беседу, к сожалению. Поэтому, поэтому, первое, что нужно понять, это то, что ваша мама, она человек со своими взглядами, со своей позицией, со своей точки зрения. И ей, конечно, конечно, ей будет сложно, тяжело, невероятно трудно принять какие-то вещи, которые она принять, ну, в принципе, не способна. Ей будет очень сложно это сделать. Это нормально. В самих словах, в самих словах, в самих каких-то высказываниях очень мало смысла. То есть смысла высказывания в словах практически нет. Вот, поверьте, поверьте, пожалуйста, никакого, вообще никакого смысла нет. Потому что определяющим фактором является именно действие. Определяющим фактором является действие. То есть, если ваша мама ориентирована на вас, если ваша мама хочет, ну, условно говоря, блага вам, если она вас любит, если она относится к вам, ну, позитивно, искренне и так далее, вот. То я думаю, что если она и будет высказываться как-то против, то это всего лишь навсего будет значить, что ей тяжело принять то, что по ее мнению, вот это очень важно учитывать, да, по ее мнению, несет вам какой-то вот, ну, вред, какой-то негатив, какой-то, значит, деструктив и так далее. То есть, вот только по этой причине она может, допустим, не принять вашу позицию. Вот, ну, то есть, ей будет, ей будет сложно это сделать. Вот, ну, вот, в остальном, в остальном, если, ну, ваша мама любит вас, то в остальном, в остальном, принять вашу позицию, она, ну, как бы, если сможет, да, то просто вот ей нужно будет, там, какое-то время для этого, вот. То есть, ну, не обязательно это время будет маленькое, да, то есть, может быть, это время будет и достаточно большим. Вот, но, тем не менее, тем не менее, это вот так, как обычно происходит. То есть, обычно происходит именно такая история, что маме, ну, и вообще родителю безумно тяжело принять какие-то вещи, связанные с ребенком своим, потому что хочется для ребенка чего-то понятного для, ну, для себя, да, то есть, вот именно для родителя, вот. И, соответственно, если этого не происходит, то родители начинают естественным образом переживать, там, и волноваться, и так далее. Вот. Это, к сожалению, нормально. К сожалению, это нормально. Вот. Если ваша мама ориентирована не на вас, да, а если ваша мама ориентирована, там, допустим, на себя, и интересует, и волнует ее только она, то здесь ее позиция опять же. Не должна вас волновать, потому что человек в любом случае ориентируется на себя, то есть, ну, в некотором смысле, да, поступает эгоистично и по отношению к вам, за счет негативно. На мой взгляд, одной из таких вот серьезных проблем, которые нужно решить вам, это проблема именно принятия себя, да, и освобождения от какого-то, может быть, страха от каких-то, может быть, негативных проявлений, от неуверенности в себе, может быть, если такое есть, конечно же. Вот. То есть, мне кажется, что именно в этом направлении вам нужно двигаться для того, чтобы, значит, совершенно спокойно сказать своей маме, да, о том, что происходит. Вот. Но, с другой стороны, с другой стороны, можно ведь задаться вопросом и другого плана. А зачем, к примеру, говорить маме, то есть, для чего маме говорить? Ну, подумайте, как это повлияет на, допустим, вашу жизнь в целом, вообще. То есть, вот вы ей, допустим, скажете, да, и вы ей, там, допустим, ну, ничего не говорите. Вот. Вот как повлияет это на вашу жизнь? То есть, что будет? То есть, что будет? Что будет, если вы ей, ааа, не скажете? Вот. Это очень важная история, потому что, одно дело, если для мамы, ну, вашей, это играет какую-то существенную, серьезную роль, а то, что вот вы, ну, то, что вы хотите ей сказать. И другое дело, если вы делаете это чисто ради себя, вот, ну, просто потому что вам этого захотелось, вам захотелось ей, там, что-то сказать, да, что-то рассказать и так далее. То есть, просто поделиться. Это абсолютно разные вещи, смешивать их не стоит, поэтому, на мой взгляд, вам необходимо определиться со своими приоритетами. Вот. Как показывает практика, ну, вот, в частности, моя, вот, люди, которые не могут что-то сказать, они просто имеют страх перед своими родителями, потому что те им в свое время запрещали выражать свое мнение, и люди, вот, привыкли свое мнение подавлять, но они испытывают от этого дискомфорт, конечно же. Вот. Вот. Но они все равно подавляют свое мнение, все равно не подавляют свою какую-то позицию, вот, и от этого очень сильно страдают, собственно говоря. Вот. Вот. Поэтому, работать нужно вот с этим, с освобождением от того, что вас беспокоит. То есть, с снятием блоков. Вот. И, возможно, с принятием себя. С принятием себя, это тоже не важно, говорите ли вы, там, кому-то что-то, не говорите ли вы кому-то что-то. В общем, разница от этого особо не меняется. То есть, ну, вообще ничего от этого особо не меняется, потому что, вы-то знаете, чего вы ходите, вы просто идете к тому, что вам важно. Вот. Вот и все. Вот и все. Вот так. Ну, если, если отвечать буквально, то никак. Потому что нет таких слов, которые могли бы вам помочь решить вашу проблему. Условно говоря, проблему. Потому что, что бы вы ни сказали, это будет вас принято, скорее всего, все-таки. Скорее всего. Вот. И это нормально. Для... Вот. Для вашей мамы, да, это нормально, абсолютно. Потому что, ну, она не была бы с собой, если бы она приняла это, как-то иначе. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам.